Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас в гостях очень известная личность, не просто известная, а известная личность в международном масштабе. Это вице-президент Академии лидерства Александр Бухтияров. И у нас сегодня с вами очень интересная тема, которая волнует каждого новичка, пришедшего в «Орифлейм». Это тема — работа с возражениями, потому что они наповал убивают очень многих ещё до того, как люди начали что-то предпринимать и работать. И я очень верю, я не то что верю, я знаю на 100%, что вопросы, которые я подготовила для Александра, дадут ответы многим и позволят миновать этот сложный период в начале работы и успешно достигать целей, поставленных в «Орифлейм». И поэтому первый вопрос к Александру. Скажи, пожалуйста, возражения — это проблема или они необходимы для того, чтобы достичь успеха? Ну, возражения — это и проблема, и естественная составляющая нашего бизнеса. Проблема, потому что, вот если так задуматься, любой человек, который уходит из бизнеса, уходит только из-за возражений. То есть, если бы не было возражений, то добивались бы успеха в нашем бизнесе все. Человек сталкивается с возражениями, они его ранят, они его расстраивают, и он текает — это проблема. Но в то же время это естественная составляющая. И даже хорошо, что они есть возражения, потому что, если бы возражений не было, то бизнес, MLM, он не мог бы быть долговременным. То есть, если вот представить на секундочку, что ты, Наташа, идешь, приглашаешь людей в бизнес, все соглашаются, никто не возражает, потом они идут, рассказывают о бизнесе другим, все соглашаются, те идут, рассказывают, все соглашаются, два-три месяца, и весь земной шар опоясан дистрибьюторами MLM-компаний. То есть, то, что наш бизнес очень долгий, можно сказать, даже вечный, то это только благодаря возражениям. Но в то же время это, конечно же, проблема, потому что все люди, которые потерпели в этом бизнесе, ну не то, что неудачи, но у которых не получилось хорошего результата добиться, все люди не смогли получить хороший результат из-за того, что столкнулись с возражениями на первом этапе. На втором этапе люди уходят из бизнеса, потому что их консультанты сталкиваются с возражениями и начинают текать, они не знают, что с этим делать. И на третьем этапе бывают даже уже полулидеры, почти что состоявшиеся лидеры, тоже уходят из бизнеса, потому что их замучивают, их руководители, которые не могут выдержать консультантов, которые не могут выдержать возражения. Возражения, если мы будем воспринимать как повод стать более сильными, то они даже очень полезны. Конечно, конечно. Возражения, все те изменения красочные, которые происходят с людьми в нашем бизнесе, люди приобретают качества ораторские, люди становятся красивыми, убедительными, уверенными в себе, поднимается самооценка и все прочее. Это все возникает благодаря возражениям. Значит, если я правильно поняла, что тот, кто сумеет научиться работать с возражениями, сможет опоясать весь земной шар своими консультантами своей структуры, да? В какой-то мере. Вот сейчас мы и будем приставать тебе, Саша, с вопросами, чтобы ты научил, как правильно с этим работать и как правильно оперировать возражениями. И как, по-твоему, есть ли здесь какие-то секреты, тайны или какие-то тонкости, которые необходимо знать нашим консультантам? Ну, есть, конечно. В работе с возражениями есть один главный секрет. В принципе, только один. Какой? Колись. Не скрывай. Ну, я уже на самом деле раскололся в книге «Мастер работы с возражениями». Но скажу, что единственный секрет работы с возражениями заключается в том, чтобы научиться пробуждать в людях желания. Дело в том, что почти что все люди, 80-90% людей, к 30-35-40 годам свои желания забывают. Потому что сталкиваются на пути к этому возрасту с определенными проблемами, что-то у них в жизни не складывается, какие-то начинания не получилось реализовать, и люди начинают отказываться от своих желаний. Люди начинают отказываться от желания увидеть мир, иметь классные автомобили, иметь свою собственную яхту. Почему? Потому что они видят, что в таком стиле, в котором они живут, им едва-едва удается свести концы с концами. И неприятно помнить о желаниях, которые считаешь недостижимыми. Люди забывают о них. И когда мы рассказываем им о бизнесе, они изначально не верят вообще, в принципе, в свой успех. Неважно, бизнес МЛМ, то, что они отказываются от бизнеса МЛМ, мы бы предложили им что-нибудь другое, они бы тоже отказывались бы и тоже возражали. Потому что люди в принципе не верят, что я могу быть богатым, я могу иметь свой собственный дом с бассейном, я могу иметь свою яхту. А люди в это не верят, они в бизнес МЛМ. Поэтому отказываются. И для того, чтобы люди или не возражали, или меньше возражали, все это зависит от того, насколько мы разбудим их желание. Когда у человека пробуждается желание, он перестает искать, что ему может помешать. В этом плане у меня есть мой любимый пример, который я в книге не описывал, из соображений, как это сказать, редакционной цензуры. А, то мы сейчас имеем возможность эксклюзива, претендуем на эксклюзив. Ну, немножко. Тример-одаптера. Хорошо, хорошо. Вот представь себе, Наташа, ты знаешь, что такое путешествовать в поездах. Тебе, наверное, приходилось в этом бизнесе, да? Ездить туда-сюда. Мне очень люблю. Да, это тоже моя тема такая насущная. Одно время очень много на поездах ездил, и в таких случаях насмотрелся, что можно книгу отдельно написать о том, как я ездил в поездах. Ну, и такая насущная тема. Представь себе, что ты садишься в поезд, тебе ехать ночь в поезде. И перед сном ты выпиваешь литр вкусного сока и ложишься спать. Манго там или ананас, что тебе больше нравится. Ложишься спать. Все заснуло, тепло, так на верхней полочке. И тут часа в два у людей, которые выпили литр сока, начинает возникать цель появляться. Зарождаться. Но обычно, когда она начинает зарождаться, как человек обычно реагирует? Он так проснулся и опять засыпает. Потом, потом, потом. А цель нарастает. Сила желания. Мотивация достичь цели. Да, да. Цель нарастает. Человек на второй стадии начинает искать возражения. То есть просыпаешься и думаешь, это сейчас спускаться с этой второй полки, слазить, это искать эти тапки в темноте, чтобы не разбудить кого-то, не включать свет. Потом, пока туда схожу, реализую свою цель, приду, не смогу заснуть целый час. И опять пытаемся заставить себя заснуть. В конце концов, цель достигает своего пика. И что происходит? Мотивация растет. Когда сила желания велика, человек спрыгивает с этой своей полки и бежит реализовать цель. Правильно? Да. Или скажи мне, или может быть ты думаешь, кто-то будет продолжать лежать и сомневаться. Вот, будет лежать и сомневаться. А вдруг у меня не получится? Или, а вдруг уже слишком много людей этим занимается? Или может уже поздно? Надо было начинать раньше, да? То есть, когда у человека большая сила желания, человек не ищет возражения. Поэтому главный секрет работы с возражениями заключается в том, чтобы до того желательно, как мы рассказываем о бизнесе, до, еще до этого, разбудить в человеке желания. Мы к человеку приходим с возможностью. Что такое бизнес наш? Бизнес Орифлэм. Это возможность. Мы к человеку идем с возможностью. Но если у человека нет желаний, нужна ему возможность? Нет. Поэтому, до того, как рассказывать о бизнесе, самый идеальный вариант, разбудить желания человека. Когда человек хочет, мы только показываем ему как. Если человек хочет пройти на Хрещатик, мы ему говорим, а, ты хочешь пройти, пожалуйста, без проблем. Смотри, вот тут садишься на метро, выходишь на станции метро Хрещатик, проходишь до Майдана Незалежности, поворачиваешь направо, все, ты здесь. И человек нас выслушал, впитал и побежал, потому что он хочет. Разбудили желания человека? Показали возможность. И тогда возражений будет намного меньше. Вплоть до того, что их может вообще не быть. У меня такое было неоднократно, когда настолько сильно получалось разбудить желание в человеке, что у него возражений не было вообще. Вот это и есть секрет. Ну хорошо. Допустим, то, о чем ты рассказал, предполагает, что рядом с нашим консультантом находится человек, который уже умудрен опытом, знает, что нужно разбудить желание, помогает ему это сделать. И в таком тандеме, конечно, бизнес движется намного быстрее. Но я уверена на 100%, что очень много людей, которые сейчас смотрят эту запись, эту передачу, это те люди, которые работают самостоятельно, у кого нет рядом спонсора. И для них сейчас хотелось, то есть я бы хотела сейчас предложить тебе ответить на два таких вопроса. вопрос первый, с какими мыслями нужно идти к клиенту или подписывать людей? Как мысленно должен настраивать себя человек, которому еще не помогли разбудить силу желания, а сам он это не сумел сделать? Не знает как. Ну, пока тренируется. О чем он должен думать, когда он идет к клиенту? Потому что ясное дело, что столкнется с возражениями. А затем я тебе задам, как новичок, самые такие часто встречающиеся возражения, с которыми сталкиваются наши консультанты. Вопрос первый, что нужно думать, когда мы идем к клиенту или потенциальному консультанту? Понятно. Ну, я скажу так, что на самом деле вопрос, что или о чем нужно думать, когда мы идем к клиенту или к кандидату нашему, да, в партнеры по бизнесу, это вторичный вопрос на самом деле. Первичный вопрос, что нужно чувствовать, когда мы идем. Что нужно чувствовать, Саша? Да. Когда мы идем человеку что-то предложить, нам нужно изначально настроиться на то, что я движусь к своей цели. Что каждая встреча с любым человеком, это придвижение меня еще на один шаг к тому, чего я хочу. Ты хочешь с семьей провести месяц на Канарских островах. Ты хочешь построить себе дом под Москвой. Ты хочешь поменять свою машину на Кадиллак Эскалейд. На другую свою. На другую свою там, крутую. Неважно. Те желания, ради которых мы делаем этот бизнес. Мы должны, когда мы идем на каждую встречу, чувствовать, что я иду для того, чтобы сделать еще один шаг. Еще один шаг. Из таких шагов складывается, как из секунд складывается, минута, из минут час, из часов день, из дней год. А год проходит медленно или быстро? Быстро. Со свистом. Раз один, другой, третий, четвертый. И только опять Новый год. А только что был предыдущий. И точно так же проходит время в нашем бизнесе. Из этих маленьких мгновений, шагов, приближающих нас к цели. Вот что нужно чувствовать. Самое главное. Нужно, это единственное, что нужно чувствовать. Я иду сделать еще один шаг к своей цели. И чем больше я сделаю сегодня шагов, тем лучше я буду засыпать вечером, потому что я буду знать, что сегодня я сделал много шагов, и моя цель осуществится быстро. Это то, что нужно чувствовать. Теперь вторичный вопрос. О чем нужно думать? А вот о чем нужно думать, это очень простой вопрос. Нужно думать об одном. Провести свою работу, этот свой шаг к цели я должен максимально эффективно. Моя задача сделать все возможное, чтобы разбудить в этом человеке желание изменить свою жизнь. Человек регистрируется к нам в бизнес не тогда, когда мы максимально красиво расскажем ему, какие хорошие братья-ёкники, или какая шикарная компания Oriflame, или какой великолепный продукт у нас. Человек становится нашим партнером по бизнесу тогда, когда мы смогли разбудить в нем желание, заснувшее, изменить свою жизнь. А когда мы рассказываем о бизнесе, на самом деле, это только показ человеку средства. Для того, чтобы человек сварил борщ, нам не нужно его два часа учить, как чистить картошку, резать, когда кидать мясо. Все это можно сделать за три минуты, написать ему пошаговый рецепт. Самое главное нам нужно, чтобы человек захотел сварить борщ, чтобы он оторвал свою пятую точку от дивана, не поленился и взялся за это дело. Поэтому, мы когда идем на любую встречу с клиентом, или с кандидатом в партнеры по бизнесу, мы должны думать о том, чтобы максимально качественно сделать свое дело. Это второй вопрос. Есть еще три. Первый вопрос. Что мы должны чувствовать? Мы должны чувствовать, что мы делаем шаг к цели. Идем к цели, да. Что мы должны думать? Мы должны думать о том, чтобы максимально профессионально провести встречу. И больше ни о чем. Третье. На что мы должны настраиваться изначально? Настраиваться, как любой профессионал. Ну, даже если еще мы не профессионалы, мы же тоже должны делать какие-то потуги. Почему ты так скромничаешь? Мы не профессионалы, мы профессионалы Я говорю не про нас, я так в общем говорю Если консультант, да, если только начинающий консультант Если начинающий, да Настраиваться нужно на то, что мне не важно, что этот человек мне скажет Станет ли он моим клиентом, станет ли он моим консультантом Мне это перпендикулярно Моя задача провести встречу максимально классно Станет или не станет, это его проблема или радость Если станет, это его радость Если не станет, это его проблема Потому что не я теряю возможность, когда он не станет моим Мой другой станет, а он теряет возможность Поэтому ощущать, что я делаю шаг цели Думать о том, как сделать профессионально свою работу максимально И настраиваться на то, что мне все равно Самая неприятная ошибка, которую допускают новички И не только новички Наверное, Наташа, ты знаешь, да Что есть люди, у которых вот не получается Вот фантастик Знаю, есть такие, к сожалению Знаете, есть люди, которые говорят, что не получается у них На самом деле они просто три раза попробовали И говорят, что меня никто не хочет Никто из моих знакомых, все трое, не хотят Ну, они не говорят, что трое Это потом, если с них вытаскивать Вытащить, то, оказывается, целых три Да, но есть такие фантастические люди У которых действительно не получается Они рассказывают двадцатерым Я знаю человека, который рассказал около пятидесяти людям О возможностях бизнеса И ни один не согласился Я знаю даже таких удивительных людей Которых не получается найти клиента Тогда как в Орифлэм найти клиента, по-моему Это настолько Настолько элементарно Что даже говорить об этом Просто я об этом даже на наших модулях академии О работе с клиентами очень мало говорю Потому что, по сути дела, у нас каталог вообще сам продает продукцию Поэтому это элементарно Но есть люди, у которых не получается Так вот, есть одна единственная причина Почему у людей, вот этих фантастических людей У которых на самом деле не получается Она заключается в том, что эти люди ведут себя Как попрошайки Вот когда ты идешь по вокзалу И к тебе подходят Можно вас на секундочку А у вас не будет А у меня такая ситуация Как ты реагируешь на этих людей А у вас не будет одной гривны Вот вы знаете, у меня такая случилась история Мне всегда хочется сказать, идите работайте У меня такая вот история случилась Или цыганик когда подходит Там жизнь не только из истории Ну да, вот такая у нас реакция У нас негативная реакция на людей Которые ведут себя как попрошайки Так вот, те, у кого не получается Не получается по одной единственной причине Они ведут себя без чувства собственного достоинства Они ведут себя как попрошайки Сколько раз мне приходилось видеть Когда человек рассказывает о возможностях бизнеса А сам заглядывает в глаза А сам рассказывает А в глаза заглядывает своему знакомому С такой немой мольбой Униженной Ну что, ну пожалуйста Ну стань моим клиентом Или ну стань моим бизнес-партнером Ну что, ты согласен? Всего лишь 10 кивен Что тебе это стоит? Да, да, да А чем ты рискуешь? Пожалуйста, да То есть вот это вот ощущение униженности Отсутствие чувства собственного достоинства Вызывает в людях отторжение Люди считают, что если продукт хороший Почему ты и так передо мной стелишься? Почему ты так боишься, что я тебе откажу? Значит он не хороший Если бы это был хороший продукт Тебе было бы все равно Потому что у тебя было бы полно клиентов На хороший продукт А раз ты передо мной вот так вот тут на коленках ползаешь Чтобы я у тебя купил То это означает, что я у тебя не куплю Ты умрешь от голода Потому что больше никто, кроме меня У тебя уже не купит Значит продукт плохой То же самое касается и бизнеса Если человек заглядывает в глазки Заискивающий и умоляет Выделить эти несчастные 10 гривен Чтобы стать бизнес-партнером Значит человек не уверен в том, что этот бизнес хороший А что ты мне предлагаешь? Если ты сам не уверен в этом Вот единственная причина, почему не получается Я слушаю тебя и думаю А как же я делаю, когда работаю с консультантами У меня же тоже в команде очень много консультантов Я заметил, да, ты слушаешь меня и глаза так раз-раз-раз-раз-раз И думаю, а тут бы я так сказала, а тут бы я так сказала И хочу поделиться с тобой, я думаю, это тоже будет интересно Как один из приемов работы с возражениями Когда я работаю с консультантами То я предлагаю им осознать, вот то, что ты сказал Понять, осознать, когда мы идем на работу с клиентами Или с потенциальными консультантами Что наша главная цель Это определенный результат Это то, о чем ты говоришь Достижение своей цели, маленький шаг с этой цели Каждый день, если она есть Разбудить желание и так далее Но результат Результат всегда состоит не только из согласия Но обязательно из отказа Поэтому если мы откажемся от возражения Мы автоматически отказываемся от результата И в качестве метафоры я хочу привести такой пример Ну все, наверное, знают известные марки автомобилей Toyota, BMW, Mercedes, Honda Вот Саша приехал на Nissan X-Trail Я езжу на Honda Но от этого же ни одна, ни другая компания не стали хуже То есть каждая компания имеет своих поклонников Каждая продукция имеет своих поклонников И если это понимать, что люди, к которым мы обращаемся Могут хотеть или не хотеть Или сейчас не хотеть, а потом захотеть То тогда неудача становится просто очередным шагом к результату И я помню очень давно на заре, когда я училась Меня вдохновляла фраза Чем больше нет, тем ближе да Потому что статистика это неумолимая вещь И обязательно среди отказов будет те согласия Которые и сделают нас обеспеченными И если на 10 обращений у нас будет 8 отказов и 2 согласия И на этом согласии мы заработаем, условно говоря, 50 долларов То каждый отказ стоит 10 долларов Ну даже не 10, но там по-математически посчитать Но идея такая Вот мы уже с тобой по ходу обмениваемся опытом Потому что опыт и двое мой в этом деле довольно большой И теперь представь себе, что я противный очень начинающий консультант Я не могу быть противной, но вот я очень противный консультант начинающий А ты мой спонсор И я говорю, Саша, у меня вот мне там возражают Я тебе сейчас задам перечень возражений А ты расскажешь, как ты предлагаешь с ними работать Когда уже человек на поле битвы Сейчас по ходу дела я хотел бы добавить, прежде чем мы это начнем Еще один момент интересный насчет отказов Вот то, что ты сейчас говорила, я абсолютно поддерживаю Насчет отношения к отказам Каждое нет, приближает нас к дар Я в числе моих увлечений есть русский бильярд Это я знаю И когда, да Я видела тебя с киями И когда я начинал только заниматься бильярдом Но я чем не занимался, я всегда старался учиться у специалистов Но это, по-моему, вполне разумный подход Очень И учился я первый раз у кандидата в мастера спорта Очень опытного человека И полтора-два часа у меня с ним тренировка А потом где-то два-два с половиной-три часа Я просто сам становился за стол И тренировал простые шары Первые, наверное, тренировок 20 У меня заходил один шар из 20 А все остальные были отказы? А все остальные были отказы? Да То есть получается, что, в принципе, эффективность моя была Ну, чуть ли не 3-5 процентов Но, к чему я веду Когда я шел домой после тренировки За тренировку я ударял, наверное, шаров тысячу, может быть То есть получается, что где-то шаров 50 я в среднем забивал 950 я промахивался Но это абсолютно не расстраивало Когда я шел домой, я вспоминал о тех нескольких шарах Красивых, ярких, сочных Которые так со стуком, с ударом Влетали в эту лузу Если своики, то по красивой траектории По кругу заходили То есть я о чем говорю Что очень важно в нашем бизнесе проводить много встреч в день Для того, чтобы каждый день иметь хотя бы один хороший результат И когда мы идем домой И когда мы будем ложиться спать Мы будем прокручивать его И получать от него пополнение нашей энергии И удовольствие от того, что мы занимаемся этим бизнесом Вот То есть вывод из нашей первой части Мы уже можем делать вывод Что, во-первых, возражение Это есть часть успеха Отказываясь от возражений Мы отказываемся от успеха И второй вывод Чем больше у нас возражений Тем более профессиональней Мы становимся специалистами В их преодолении И тем сильнее мы становимся Потому что у нас нарабатывается определенный опыт И уже сегодня твои результаты на бильярде Совсем другие, чем были раньше Я, правда, не умею, но теоретически знаю Поэтому, может быть, со временем Я буду просить тебя дать тебе уроки Тогда это будет мое новое хобби Хорошо И теперь я противный консультант Меня очень разстраивает возражение И первое возражение, которое я тебе задаю Я говорю Александр, что мне здесь делать Если скоро уже все будут консультанты? Это, наверное, самое частое, да, встречающиеся? Ну, да, это довольно-таки распространенное возражение Ну, тут есть два момента Первый момент Одно дело, когда мы отвечаем человеку, который еще не зарегистрирован, да А другое дело, когда мы учим нашего консультанта Или его успокаиваем, да Немножко здесь есть отличия Ты, Наташа, в данный момент подошла с точки зрения консультанта Хорошо, давай начнем тогда Все равно, все равно, абсолютно, да Давай, как тебе удобно Консультанту С консультантом у меня идет упор Я опираюсь, когда отвечаю на это возражение На то, что я уже знаю, что он уже имеет эту возможность То есть он уже принял где-то это как возможность И я могу сделать с ним немножко более жесткий упор С кандидатом незарегистрированным я более мягко себя веду Вот единственная в чем разница, да Так вот с консультантом Насчет того, что много слишком людей этим занимается Я человеку говорил Во-первых, говорю Ты считаешь, что много занимаются людей этим, да? Да, все, куда не придешь, все до консультанта Да Наташа, а как у нас вообще обстоит Ты скажи мне, хотела бы ты вообще машину себе купить? Очень Хотела бы, да? Ты знаешь, я думаю, что тебе не стоит покупать себе машину Почему? Это у тебя не получится Как это у меня не получится? Ну ты на улицу выходила сегодня вообще? Да Вчера выходила? Да, выходила Ты видела, сколько машин на улице? Все на машинах Все? Нет, нет места Вот я сейчас парковался только что на проспекте Победы Нельзя было найти место нормально припарковаться Так что я думаю, что если я уже У меня уже есть машина А тебя еще даже нет Пока ты купишь Еще больше Если будет парковаться Еще больше станет Да Поэтому откажись от этой глупостей Нет Слушай, а ты, допустим, если у тебя есть знакомый, который хочет поступать в педагогический вуз Ты сразу же его отговоришь, чтобы он от этих иллюзий избавился Потому что это чепуха совершенно Учителей? Учителей Ты представляешь, сколько у нас вузы выпускают каждый год преподавателей? А сколько у нас школ? Да Нет уже места преподавателям Все Все, преподавателям места нет И вообще, скоро, между прочим, будет потоп Кстати, чтобы ты знала Почему? Как почему? Ты заметила, сколько дождей идет каждую осень? Да Ну, скоро затопит А, в этом смысле Не, ну, оно же должно куда-то деваться Оно куда-то затопит Когда тогда случится? То есть, в принципе, все Дело в том, что мало того, что Я согласен с тобой, не надо заниматься этим дурацким бизнесом Машину покупать тоже не надо Да и вообще, жить, в принципе, какой смысл? Потому что все равно скоро утонем И как обычно реагирует? Ну, как реагирует? Так как я сейчас думаю, что он мелет Обычно человек немножко впадает в ступор И я над консультантами иногда позволяю себе немножко поиздеваться в таком плане То есть, я его Каждое возражение консультанта Оно по-своему немножко нелепо То есть, я ему показываю Для тебя, который ты все знаешь Оно по сути немножко нелепо То есть, не то, что для меня А вообще, по сути По своей объективной сути Я ему эту нелепость Вот так вот преувеличиваю Утрирую и показываю И человек впадает в немножко ступор на несколько секунд А потом начинает искать За что бы зацепиться В моих словах И, конечно же, находит В данном случае Когда я говорил, что будет поток Человек говорит Не, ну подожди Вода же ты знаешь отлично Что вода падает сверху Но есть круговорот воды в природе Что вода испаряется Поднимается наверх Поэтому таким образом все это по кругу ходит Я говорю А, говорю Ты умный в этом плане Откуда же ты такие знания имеешь? Ты в школе учился Я говорю В школе учился? Так вот, я говорю Если ты здесь поучишься в школе Нашего бизнеса То ты тоже узнаешь законы Благодаря которым происходит То же самое Такой же самый круговорот Мало того, что люди Которые приходят в бизнес Не у всех получается с первого раза Они уходят Многие приходят Процентов 40 приходят в этот бизнес Не 40, а 60 А то и больше Приходят вообще Без цели добиться здесь результата 60% сюда приходят попробовать То есть они попробовали один раз Знаете, как Куснул вот так вот Ой, мне не нравится И ушел И вот этот круговорот Люди приходят, уходят Потом они приходят со второго раза Потом они приходят в третьего раза Когда человек приходит осознанно У него больше шансов добиться успеха И пока вот это вот Люди крутятся, вертятся Каждый год В этот круговорот Добавляются массы Массы людей Которые только вот в этом году Стали совершеннолетними И массы уходят Да, и массы уходят Извините В мир иной Освобождая опять-таки Место для нового родительства Они уходят в наш мир Не в иной, а в наш Но в другой В иной тоже некоторые уходят Жизнь такая штука Ничего ты не сделаешь Так вот Сколько Какое количество людей Каждый год заканчивают школу Можно узнать в интернете Это Десятки Сотни тысяч людей Это те люди Которые каждый год Потенциально могут быть Прибавляются Те, кому опять надо работать Каждый год Сотни тысяч людей Опять кому надо работать Плюс ко всему Очень хорошим является Для нас под спорем Такой закон природы Как сопротивление Во время движения То есть возражение Возражение В нашем бизнесе Как пользу ты сейчас Нам показываешь Да От возражения Есть очень большая польза Дело в том Что они отсеивают Знаете возражение Санитары леса Как волки Волки Если бы не волки То в лесу было бы Заражение Эпидемии Болезни И так далее Волки съедают Слабых И Освобождают Место для жизни Сильных Точно так же Возражение Убирает с пути Людей Которые хотят Добиться успеха В этом бизнесе Убирают тех Которые пришли Попробовать Понюхать Откусить Дотронуться Прикоснуться Лизнуть И так далее То есть Людей Которые не созрели Еще для достижения Успеха Возражение Всю массу Вот этих Несозревших Неготовых И слабых Извините Убирает Освобождая Вот эту дорогу Трассу Для тех Кто хочет Поэтому Этот бизнес Он Можешь его делать Сейчас Можешь сейчас Начинать Можешь начинать Через 10 лет Этот бизнес Будет работать Очень-очень долго Всегда я не скажу Почему Потому что Даже вселенная Не будет существовать Всегда Это закон природы Все имеет свое начало Все имеет конец Но он будет Очень-очень долго Существовать По таким причинам Первое Возражения Которые освобождают Дорогу Очищая от слабых И не готовых Менять свою жизнь И тут секундочку То есть Те кто научился Работать с возражениями Можно сделать Прямой вывод Имеет большие Перспективы Для жизни Для долгожительства В Орифлейм Вывод который Сразу я делаю Да-да-да То есть возражения 100% Правильно Наташа Правильный итог делаешь Правильный акцент Вот почему Не будет перенасыщения Из-за возражений Раз Из-за того что Каждый год Взрослеет Сотни тысяч людей И им уже Нужна работа И Третье Просто из-за того что Люди Людям надо время Для того чтобы Созреть к переменам Если человек Знаете 20 лет считал Что жить хорошо Что он не может Быть богатым Он не может быть Успешным Вы к нему пришли Показали Орифлейм Думаете что А все я понял Оказывается я ошибался Он 20 лет Закрепил себе Мнение что я не могу Быть богатым И успешным Поэтому Нужно время Чтобы он Осознал Что он на самом деле Может И ему имеет смысл И стал готов К переменам Поэтому этот бизнес Фактически вечный Я хочу подтвердить Сашины слова Но я не могу молчать Я же очень люблю Компанию Орифлейм И именно примером Нашей компании Смотри В 2006 году В Украине Я пока беру Украину И Россию И Казахстан Это примерно Одинаковые цифры Мы не были передовиками У нас было примерно В Украине 4,8 доля Косметического рынка В 2006 году По итогам 2010 года Наша доля рынка 10% За эти 4 года Мы выросли Очень серьезно Стали компанией Номер один На рынке России Украины Казахстана Азербайджана И других Стран СНГ И это не означает Что конкуренты Все исчезли Нет Конкуренты были Мы работали На их фоне И конкуренты Остались Причина Здесь в одном В более профессиональном Подходе Компании Кори Флейм К предложению Своей продукции И такой Следующий вывод Который я делаю Из того Что ты сказал Мне очень нравится Твой оптимизм Потому что Я собралась В этом бизнесе Тоже работать Очень долго Это то Что кроме Работы с возражениями Профессионализм Это та точка Которая Которая позволяет Нам быть сильнее Конкурента Мы их никогда Не устраним Они были Есть и будут Они существуют Конкуренты Для того Чтобы сделать Нас сильнее И даже Внутренняя конкуренция Между консультантами И это надо понимать Выживет Сильнейшей Конечно Кто будет Более сильным Профессионалом Конечно И еще важный момент Что касается Наших консультантов Как их успокаивать И объяснять им Что не будет Перенасыщения рынка Еще раз я упор делаю На то С чего начал С машин Помнишь Насчет того Что То что ты Видишь Что много консультантов Это верхушка айсберга То есть Это то что ты думаешь Это то что тебе кажется То что ты Видишь В этом бизнесе А верхушка айсберга Как известно Это только одна 10% Да А все остальное Находится под водой А когда ты Уже сейчас Я тебе показал Чуть-чуть Дал тебе видение Того что находится Под водой Со временем Ты еще глубже Это будешь видеть Ты будешь понимать Что на самом деле Этот бизнес У него еще сотни И сотни лет Впереди Для Реализации себя Да Хорошо Следующее возражение Которое довольно часто Встречается А сейчас все чаще И чаще Это Ну да конечно Это же вы когда-то Там начинали А сейчас уже поздно Сейчас уже поздно Начинать Потому что Это уже поздно Начинать Что ты на это Что вы на это Скажете товарищи Так Ну на самом деле Ответ на это Очень простой Во-первых Я хочу сказать Что это возражение Оно очень плотно Связано с предыдущим Да И как правило Когда я отвечаю На это возражение Ну 90% случаев Процентах случаев Человек Переходит К предыдущему То есть После того Как я ему отвечу На это возражение Человек Возвращается Опять Ну не опять Он может быть Еще не задавал К предыдущему Да Так вот я говорю Что на самом деле Говорю Все наоборот Абсолютно Вот тебе Который начинаешь Сейчас Тебе сейчас 100 раз Лучше Начинать Чем мне Который начинал Тогда Я тебе говорю 100% гарантирую Что тебе сейчас Лучше Чем Человек Тоже Опять Я спрашиваю Ну чем мне Лучше Куда не Пойдешь Уже Все консультанты Что делать Я не знаю Не-не-не Не знаю Это уже поздно Чем мне Лучше Дело все в том Что Когда я Начинал Заниматься Этим бизнесом То Было всего Две книги Об этом Бизнесе Я кинулся Искать Какую-то информацию Какие-то Знания Об этом Бизнесе Было всего Две книги Лучше Каким ты можешь Быть в МЛН И 10 уроков На салфетках Не было Никаких знаний Люди Были Очень мало Опытные В основном В этом бизнесе Потому что Еще он был Молодой Сейчас Масса Есть профессионала Сейчас масса Есть книг Мы придумывали Те кто начинал Раньше Заниматься Этим бизнесом Мы придумывали Велосипед Сами Сейчас К твоим услугам Готовы Все технологии Максимально Профессиональные Садись И езжай Поэтому Сейчас Намного Намного Лучше Сейчас Есть масса Семинаров Которые проводят Мастера Этого бизнеса Профессиональные Мероприятия Компании Набрали Опыта Знают Как помогать Своим Бизнес Партнерам Своим Консультантам Чтобы Консультанты Работали Максимально Эффективно А то Что ты Говоришь Что Много Людей Этим Занимается Так Ну Извини меня Я тебе скажу Так Не покупай Машину Ты говоришь Чепуху Это я говорю Человеку Которому Я могу Такое Которому Я могу Такое Сказать Конечно Если человек Ты строг Ты строг Я вижу Ну Знаешь В принципе Это Ну Один Из реальных Методов Если Как Открыть Человека Если человек Имеет свое Мнение О чем-то И Не хочет Его менять То ты С ним Можешь Цацкаться И сюсюкаться Очень долго Он Не примет Твое мнение Для того Чтобы человек Имеющий Неправильное Мнение О чем-то Его принял Твое мнение Правильно Ему нужно Сначала Захотеть Его принять Ему нужно Открыться А для того Чтобы Открыться Ему нужно Сделать так Тук-тук Эй ты Проснись Да Совершенно верно Поэтому Один из методов Когда человек Не хочет Слушать Ему надо Немножко Огорошить Один из методов Я тебе уже говорил Это Абсурдность Ошибочность Его возражения Немножко Раздуть И показать В таком Смешном виде Второй метод Это сказать Ему Совершенно Уверенным Видом Но конечно Для этого Нужно Иметь Немножко Уверенности Чтобы Позволить Себе Так сказать Что Ты говоришь Чепуху Абсолютно Совершенно уверенно Чтобы человек Сказал Как это Как это Чепуху Почему Чепуху То есть Сразу Человек Мы его Огорошили Он Он не знает Как вести себя Он съезжает С этих своих Рельс Которые он Себя наметил Да Заранее И как только Он съезжает С рельс Нам есть Замечательная У нас есть Замечательная Возможность Поставить ему Другие рельсы Чтобы он Через стрелку Переехал На них Я говорю Чепуху Очень просто Скольким Людям Ты рассказала О бизнесе Скольким Так Они никто Не хотят Слушать Скольким Многим Многим Скольким Трем Пяти Семи Я говорю Я рассказал За первые Два месяца Сотни людей Не сотни В среднем Один из трех Регистрировался Зарегистрировался Шестьдесят Чем-то Двум сотням Лей рассказал Двести Человек Я рассказал О бизнесе Ты рассказала Пяти Семи Пятнадцати Честно Пятнадцати В глаза Заглядываю Раз смотрю Морг 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 Моргнуло Ага Нечестно То есть Наверное Двенадцати Двенадцати Наверное Так вот Я говорю Что У тебя нет Никакой базы Пока Изобрел Лампочку Эдисон Эдисон Изобрел Лампочку Он провел Сколько тысяч Опытов Ты Сделала Семь попыток И ты уже делаешь Какие-то выводы Никогда Не делаются Выводы Я забил Свой первый шар Бильярде Я промахнулся Раз Восемьдесят Так что Мне нужно было На седьмой попытке Сказать Бильярд Не работает Не канает Нет Этот вид спорта Вообще Его идиоты Придумали Здесь нельзя Забить шар Да Мне так надо было Сказать Нет Ты говоришь Чепуху Такой вывод Не делается Из такого количества Раз Поэтому Я тебе хочу сказать Что Первое Что Я могу тебе Конечно Объяснить Что Те люди Которых Ты видишь Что Это как машины На улице Что если Машин на улице Много Это вовсе Не значит Что тысяч Не можешь Купить себе Автомобиль Да Но на самом деле Просто можешь Поверить мне Что когда ты Проведешь 40 50 60 встреч У тебя появится В среднем Статистически Один из пяти Один из шести Будет твой Консультант И ты Перестанешь Мучиться Этим глупым Вопросом Поэтому Вместо того Чтобы Искать себе Повод Не изменять Свою жизнь Ты вообще Кстати говоря Хочешь менять Свою жизнь Да Ну все говорят Да Даже если Они не хотят Все говорят Да конечно Хочу Ага Вот когда мне Говорит человек Да конечно Хочу Я переспрашиваю А ты на самом деле Хочешь Или так Чтобы поговорить Ну хочу А ты готова Что-то для этого сделать Или ты хочешь Еще сидеть И хотеть Лет до 50 И пока Тебе уже Вообще Не расхочется Куда-то путешествовать И покупать себе Машину Или еще что-то Действительно Готова действовать Да Я да Так вот Поверь мне Что Вместо того Чтобы разговаривать Надо идти и действовать Вот Алексей Севрук За последние несколько лет Вырастил Сколько там 21% веток Знаешь Ты за эти последние Ты сколько лет Уже в бизнесе Орифлэйм Ну если там Допустим Человек несколько лет Или допустим Человек год Как зарегистрировался Я говорю За этот год Выращено было За этот год Стало новых бриллиантов Только на Украине Там 46 человек То есть Это люди Которые стали Зарабатывать По 4-5-6 тысяч долларов В месяц А ты Что это время ходила И искала себе Оправдание В качестве Вот этих возражений Ну хорошо Ну радуйся Говори это детям Что ты мне это говоришь Детям своим говори У нас нет Того-то Того-то В доме Но ты очень строг Я вижу Ты очень строг Нет Наташа Я хочу сказать сразу Что на самом деле Я не совсем так Работал с людьми Но в принципе так Но не совсем так Почему Потому что Опять же Для того чтобы Это было показательно Для того чтобы Передать дух Своего Ты его выводишь На сцену И прийти Для того чтобы Показать дух Вообще Своего отношения Ко всему этому Я немножко Опять же таки Утрирую Немножко театрализирую На самом деле Ну ты же из Одессы Поэтому ты не можешь Без этого На самом деле Все это В общении с людьми Я делаю Немножко мягче Но Не чересчур Мягче То есть Я конечно чувствую Почти мягче Да Я чувствую Где можно Чуть-чуть на человека Надавить Я чувствую Где если Вот где-то грань Чтобы не обидеть Его Чтобы не восстановить Против себя Его То есть Я чуть-чуть надавил Я могу немножко Отступить Сказать Да я тебя понимаю Конечно же Я понимаю Что у тебя Естественно У тебя были Основания Для того чтобы Это сказать Я могу Я могу Отойти Шаг назад А потом Опять Шаг Вперед Это Нужно Чувствовать Этот баланс Но вообще Достаточно Я имею Жесткий В этом плане Подход Почему Потому что Я знаю Что Люди Которые Не хотят Менять Свою Жизнь Они Похожи На Маленьких В чем-то В чем-то Они Подобны Маленьким Глупеньким Детям То есть И Если Ребенок Говорит Я не буду Пить Это Лекарство Мама Все Мама Я не буду Сегодня Ни завтракать Ни обедать Ни ужинать Если Мама Будет Добренькая То У нее Ребенок Будет Больной Худой Голодный А еще Дети Одеваться Не хотят Да Дети Одеваться Тоже Не любят Тепло Дети Любят Чтобы Выходить На улицу Раздетые Будет Постоянно Больной Худой Голодный Чихающий Ну и Все Остальное То есть В этом плане То же самое Касается Людей В нашем Бизнесе Они Пока Еще Не добились Хороших Результатов Они Как Маленькие Дети Поэтому Соглашаться С ними Ну это Все равно Что Быть Глупым Плохим Родителем А Ты знаешь Этот пример Ну Ответ На это Возражение Что Уже Поздно Этим Заниматься Пример Из Орифлейм За Сари Синка Не знаешь Что-то Может быть Слышал Но забыл Напомни Ну Такой Знаешь То есть Без Объяснений Без Строгости Не строгости Но Очень Прямо В точку Мне кажется Он бьет Сари Синка Пришла Орифлейм В Финляндии Спустя Десять лет После начала Работы Компании На рынке Это Относительно Того Что Мне уже Поздно Начинать И Очень Много Консультантов За Следующие Десять лет Она Стала Номером Один Финляндии В общей сложности Спустя Двадцать лет От начала Работы Рефлейм Финляндии Появилась Звездочка Номер Один Коллеги Возможно Те Кто Сегодня Слушает Александра Это Есть Те Люди Которые Сделав Выводы Станут Номером Один У себя В стране А возможно И в мире Все Зависит От нашего Восприятия Реальность Да Так что Дорогие Друзья Услышав Все Это Через Десять Лет Вы Станете Номер Один Финляндии Вот Запомните Это Ну Зачем Финляндии Можно И в Финляндии Но Я имею Ввиду Что Этот Пример И для Нас Очень Актуален Я Понимаю На Самом Деле Это Пример Очень Очень Хороший Но Он Работает В Людей Которые Говорят Что Уже Поздно Этим Заниматься 90% Людей Они Не Хотят Чтобы Ты Убедила В Том Что Не Поздно Поэтому Не Важно Что Ты Будешь Им Говорить Вот Такие Замечательные Примеры Или Вот Такие Никакие Когда Человек Не Хочет Тебя Слышать Он Не Услышит Незамечательный Пример Неплохой Не Услышит Поэтому В первую Очередь Нужно Человека Почему Жесткий Подход Я предлагаю Разумно Жесткий Подход Это Скажем Не Так Жесткий Как Реалистический Подход Правдивый Потому Что Человека Если Он Не Хочет Слышать Его Нужно Стряхнуть Ему Нужно Напомнить Его Желание Его Нужно Стряхнуть Его Нужно Немножко Окунуть В То Болото В Которое Он Находится Чтобы Посмотри Ты Может Заснул Может Тебе Снится Что Ты Во Дворце Живешь И Дети Твои В Золотой Парче Гуляют Ты Проснись Посмотри На Свою Реальность Что Ты Мне Рассказываешь Здесь Ну Это Я Утрирую Опять Так Поэтому Сначала Человеку Нужно Немножко Остряхнуть Чтобы Человек Захотел Услышать Твое Обоснование А Потом Человек Он Ты Хочешь Узнать Почему В этом Бизнесе Не поздно Заниматься Я Тебе Отвечу Но Только Если Ты Хочешь А не Если Ты Просто Хочешь Воздух Поболтать Погонять В этой Комнате Хочешь Если Ты Хочешь Что-то Изменять В своей Жизни Чтобы Я Имел Какой-то Моя Потеря Энергии С тобой Имела Какой-то Смысл Но Это Я Чуть Утрирую Шаги С большинством Людей